Село Фигуровка Чугуевского района. Здесь в течение двух недель будущие спасатели проходят традиционный курс молодого бойца. Курсантов адаптируют к казарменным условиям, проводят психологическую и физическую подготовку, формируют дружные коллективы. В этом году впервые среди первокурсников девушки. Дарья Дорошенко давно мечтала о профессии спасателя. Специально для этого занималась спортом, тщательно готовилась к внешнему тестированию. Теперь она будущий инспектор по пожарной безопасности. Говорит, нагрузки курса молодого бойца преодолевает легко и с интересом. Профессия спасателя сейчас на данный момент очень актуальна для нас. Особенно в теперешнее время, когда в стране у нас такая ситуация, хотелось бы помочь людям, ну и быть нужным. Здравствуйте! Ждали, здоровья, товарищ полковник! Преподаватели университета считают, главное помочь будущим курсантам адаптироваться к новым, непривычным условиям армейской жизни. К концу лагерного сбора нашего курса молодого бойца поставить в строй курсантов, и они уже действительно пойдут вместе со старшекурсниками, вольются в коллектив нашего университета в распорядок дня и станут с принятием присяги полноценными курсантами. Помимо физической, первокурсники проходят и психологическую подготовку. Специалисты проводят для них как групповые, так и индивидуальные занятия. Важно наладить дружеские контакты между будущими спасателями, говорят психологи. Особенно сложно это делать ребятам из зоны АТО. Потом сама как-то к ним подхожу и налаживаю контакт, потому что в силу своего характера и темпераметра люди не всегда могут обратиться к психологу. Илья Данилин два месяца назад приехал из Донецка. Рассказывает, из города выехал довольно быстро, по гуманитарному коридору. Сложнее было поступить в ВУЗ. Теперь курсант мечтает попасть домой хотя бы к Новому году. Ну, поступать как было. Тяжело. Легко сюда не поступить. Нужна физическая нагрузка, нужно сдать хорошо ЗНО на отличные баллы. Ну, у меня это получилось. Вот я и здесь. Несмотря на боевые действия, в этом году из Донецкой и Луганской областей в академию поступили 56 человек. Впервые в полевых условиях тренируются и 22 девушки. Наравне с парнями они живут в казармах и ходят в наряды. Преподаватели отмечают, что курсантки иногда выносливее юношей. Девочка на строевую, потому что чуть-чуть уже есть потертости ног. А почему я не пойду? Я хочу, я не буду становиться, я хочу стоять в строевую, я хочу выполнять и так далее. То есть, все выполняют на самом высоком уровне. И хотят. Главное, что у них есть желание. Строевую выучку первокурсники смогут продемонстрировать 13 сентября, когда будут принимать присягу на верность украинскому народу. А по-під горою, яром долиною, козаки идут. Гей, долиною, гей, гей, широкою козаки идут. Оксана Зинковская, Борис Буцевич, Ментья-группа, Объектив.